В этот раз мы поехали в Темрюк по более привычной для нас дороге вдоль Азовского моря. Сначала едем до рынка, центрального рынка. Некоторые люди даже спрашивали, где он находится. Это центральный рынок, он находится в самом центре города. Там рядом магнит есть, даже есть парковка, куда можно подъехать, спокойно поставить машину, если есть, конечно же, места. И пешочком, вот, минута, и ты на рынке. Это даже не минута, потому что это парковка при рынке. Мы сегодня вновь приехали на рынок, и, как вы знаете, пообещали на все продукты подорожания. На овощи, фрукты. Но мы сегодня идем снова покупать свежую рыбку. Папа хочет, во-первых, засолить, и еще на жарку. Вот такая картошечка подается на посадку. Лучок, ой, чесночок, картошечка небольшая такая. С большими, смотри, какой у нас большими красками. Вот там. Подошли, вот, выбираем рыбку, покажу вам цену. Я сказала 100 рублей, да? Нет, он по рублю, штука. Хотим купить по рублю штука? Да. Здорово, да, сейчас можем всех выбрать по рублю штука. Хотим купить окульков, чтобы засолить. Девочка шутит, она у нас шутница, поэтому... Да что я не шучу? А, ты не шутишь? Хорошо. Покрутнее, которые вы делаете? Давайте, сколько вы мне делаете? Покрутите, я скажу, подопаду. Хорошо. Давайте тогда вот, что, какой вот крут. Я не знаю, ну вот эти, да? Ну. Вкусные какие-то. Какой понравится, вы мне говорите. Да, конечно. Вот, вот, видите, у вас лучше получалось. Почему не было? Хорошо. Сомика не было. Купить, да? Когда бы это... А купили? Вот, смотрите, с иконочкой. Это... Надо подкушить. Та женщина, которую мы покупали в прошлый раз американских сомиков, она сказала, что в этот раз не привезли, потому что в то место, где их рыбачат, упали деревья, и рыбаки туда не едут. Вот, собственно, обменялись телефонами, и теперь будем знать, если поедем в Тимрюк, есть ли это рыба или нет, потому что это было очень вкусно, очень прям. Ну что, ты ждал? Рыба утречная, так что она еще желает для нас. Так что мы будем вам тратить. Если правильно окунь придет, он же вкуснятий, тем более без коста еще. А так оно будет? Я не верю. А, а я это вообще издумительное. Мы не можем без рыбачи. Никак не можем. Мы надо специально сюда приехать, чтобы рыбки купить. А если уж нет той, которой мы хотим, все равно купим что-нибудь. Потому что, ну как? У нас разбегаются такого изобилия. Свежая рыбка. Она даже, смотри, живая. Даже вон, живая, живая фимия. Поэтому... Свежая рыбка. Нет, может, у вас 130, который. Куда завод? Да, вреди. Мне кажется, две рыбки хватит. Красно пожарить, да? Свеженького, чтобы не морозить. У нас же еще морозил, где есть, помни. Морозил. Да, давайте попробуем. И на такую рыбку тоже покажу. Спроси, есть ли он. Ну, есть ли он, вяленый есть. 350 рублей, да, Тюжид? Да, да, да. 350 рублей. Здесь 2,5 килограмма. 50 квадратов. Так. В принципе, я даже не знаю, какое даже никогда не покупала. Для картофеля ни разу не дала. Сейчас, сейчас, мы торопимся. Смотрите, если вам нужно под что-то, под все, можете реально ее взять. Либо барабашку, вот эту вот, азофоску. Это, чтобы, ну, не перебирать ничего, она универсальная, под все подходит. Ну, я покупала, это хорошее удобрение, на самом деле, да. Ну, и цена, не соответствует. Так, а чем сейчас еще можно подкормить цветы? Все вот цветы подкормить. Вот цветочные. Цветочные, да, специальные? Да, да. Для цветов такое. Можно же уже. Вообще, сколько такой мешочек ставят в килограмм? 120 рублей. 120 рублей. Нет, 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 хорошо. Так, что нам вот купить-то все-таки? Не знаю, но если не присмотрела, так... Нет, у нас дома еще что осталось? Из запасов того года что-то есть там по мешочкам помаленько. Просто я думала... Проходите, проходите. Ага. Ну, пойдем, выйдем, посмотрим сейчас, решим. Где папа, ты у нас? Вот папа. Он все убегает, куда-то у нас. У вас неплохой контент, мне понравился с этим. Как вы эти квартиры, ну, показываете. Ну, я не продаем. Ну, да, 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 все видео ваши тебе смотрели. А вы, вот если я, допустим, ну, мне надо будет продать квартиру. Можно. Да, 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 да. Да, 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 да. Ну, там у вас посмотрят, как и по миллиону есть. Я, конечно, удивился. Для темрюнских блогеров это прям неплохо. Спасибо. Да, ну, это, если что, пишите, созвонимся. Там же у вас в описании есть номер? Да, да, вы же можете как сделать? Вы можете сами снять все это сделать? Времени нету. Времени сейчас нету тут постоянно. Сейчас у нас сезон, и у нас как бы времени нет. Созвонимся потом, подпишите. Да, хорошо. Спасибо вам большое за информацию. Вам тоже спасибо. До свидания. Приятно, когда в магазинах обслуживают, рассказывают. Этого здесь мало. Я так понял, вы не местные, вы приезжие. Да, тут этого мало. И в основном, ну, короче, не работать на клиентуру. Да, как-то не помню. В основном они приходят. Не хотят возврата. Возврата хотят, чтобы клиент возвращался. Нам нужно же с ним работать, надо с ним общаться. Чтобы он возвращался. Тут просто им интересно прийти и отсидеть. Ну, в основном, тут все на окладе. Чем меньше они работают, чем меньше они работают, получается тот же оклад. А ведь как бы свое, в наших интересах, чтобы к нам приходили больше. Ну, и когда к тебе хорошо относятся, хочется вернуться там. Это объясните им всем. Соответственно, может, они. Всю жизнь не поняли, а если не поймут. Тут менталитет такой. Кстати, я в том году, нет, не в том, в том году покупала у вас лук. Мне понравился. Только по названию, как-то они мне дома записаны, конечно. Да, я вот на округе. Да, покупала. Ну, они все неплохие. Я покупала. Кармен точно помню, покупала. Вот этот покупала, помню вас, да. Брала. У нас зимой было, ну, на зимнюю посадку очень много сортопуха. Попала. А сейчас свой уже решили. Ну, правильно. Так тоже можно. И на семена у нас есть этот ялтинский лук. Так и есть ялтинский лук у вас, да? Белый и красный. Но он только на... Но что-то белый как-то мне не понравился. На семена. На что-то не очень много. Долго его выращивает. Так немножко патриотично с нашей погодой. Вот такой дожди, сырость и все тому подобное. Ну, он, конечно, районированный. Но все-таки надо там либо тепличку, либо как-то типа на рассаду. Тогда не будем, ладно, уже. Так, по сфере такой обычный наш, обычный. Будем его ждать. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Спасибо. И вам до свидания. До свидания. Как приятно. Я прям не могу. Редко, честно говоря, выходишь с рынка в таком состоянии, окрыленном. Можно сказать и так. Большое спасибо за поддержку. Зашли в Магнит посмотреть продукты. И первое, что мы покупаем, это очень много лимонов. А для чего? Потому что мы будем делать снова такую штуку к чаю, как вы помните. Такая у нас в планшетках. Я даже не знаю, как кубики лимонные, которые мы добавляем в чай. И цена 81,99. На рынке он стоит 100 рублей. И где-то даже говорили, что уже 130. Ещё заметили, что в Магните также продаются семена. Очень разные. И цена, кстати. По 16 рублей всё. Только что в Магните, когда мы оплачивали товары на кассе, я увидела вывеску, где чёрным по белому написано, что бесконтактная оплата с помощью телефонов не работает из-за сбоев. Скорее всего, из-за санкций. Там Google Pay или Apple Pay, как-то это так называется. Я в последнее время, чтобы вы понимали, именно пользуюсь бесконтактной оплатой. Но я пользуюсь приложением MirPay. Насколько я знаю, это российская программа, потому что она называется по названию «Карты Мир». Я спросила у кассира, работает ли МирPay. Она говорит, я не знаю, пробуйте. Ну, папа оплачивал своей карточкой, поэтому я так и не узнала, работает ли МирPay. Напишите в комментариях, кто пользуется без наличной оплатой по телефону. В ваших городах это работает или нет. Вот. Ну, будем привыкать к новым реалиям жизни. В небе над тюмрюком тоже слышны звуки военных самолётов. И прям очень громко. В небе над тюмрюком. В небе над тюмрюком. Капец. Капец. Чё творится? Кошмар. Капец. 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 Девчонки, ой, девчонки. Ой, вы такие довольные. Я их сейчас пущу. Пусть к нам домой у нас побудут. Там холодно с ними будет сейчас. А я хочу с ними поиграть. Да? Хотите домой? Так на пару хвостиками виляют. Ой, какие довольные. Да, домой. Я вас кормила. Вы сыты, не врите. Только могу пустить погреться. Да. Девочки такие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!